Начинаем вязание бактуса кубик. Сегодня у нас с вами первая часть и сегодня я вам расскажу, как мы будем провязывать каждую деталь. Вы получаете табличку с указанием количества петель, количества убавок и прибавок. Смотрите, в самом низу написано 172 петли, 30 рядов. Это размер по максимуму, по количеству петель, по количеству рядов. Набираете указанное количество петель, 172 петли, я набираю отделочным цветом. Отделочный цвет у меня серый, вот он. Косичкой, то есть самый обычный набор косичкой, рыхленько. Причем тоже, обратите внимание, набор начинаю слева направо. Набираю косичкой, провязываю один ряд. То есть у меня получается косичка и один ряд, помимо того, что мы видим в таблице. То есть вот эта косичка и первый ряд серым же цветом в расчет не входят. Дальше. Плюс к этому я провязываю один ряд основным цветом. То есть набор, один ряд, это отделка, отделочный цвет. Один ряд. Основной цвет, независимо от того, каким цветом мы вяжем. Здесь вы видите коричневый, либо номер один. Это номер один, это номер один, не только таблички, номер один цвета. Итак, коричневый, первый цвет коричневый. Номер первой таблички. И набор, и ряд отделочным цветом. Один ряд отделкой. Все, заработок готов. Берем основной цвет. У меня это цвет номер один, темно-коричневый. Щетчик обнулить. Первый ряд мы провязываем основным цветом. Итак, если вы начали, и у вас каретка оказалась с правой стороны, провяжите еще один ряд, ничего страшного. У меня первый ряд минус 3 петли. Обратите внимание, там где стоит минус, это убавка. Если не стоит никакого знака, это прибавка. То есть у нас детали будут несимметричные. Каждая деталь разная. Она может быть и с увеличением, и с уменьшением. И с одной стороны может она увеличиваться, уменьшаться по очереди. Поэтому минус, это убавка. Никакого знака, это прибавка. Итак, первый ряд минус 3 петли. Убавку выполняю самой обычной косичкой. Любым удобным вам способом я убираю косичкой. Главное не затягивать. Второй ряд. Минус 3 петли с левой стороны. Третий раз ряд минус 8. Четвертый ряд минус 2. И таким образом, четко следуя указаниям таблицы, вы делаете убавки, либо прибавки в каждом ряду. Убавки, прибавки расписаны так, чтобы у вас не получилось никакого несоответствия. То есть, четко в каждом ряду вы делаете либо одну операцию, либо другую. На последнем ряду, 30 минус 1, провязываете ряд и закрываете все оставшиеся петли. То есть, мы таким образом с вами закрываем деталь. Итак, провязывайте треугольник. Треугольник неравномерный. У них все стороны разные. Никаких четких соответствий здесь нет. Вот, что написано. В середине ряды слева убавки с левой стороны, либо прибавки справа, убавки, либо прибавки с правой стороны. Вот таким вот образом вы будете выполнять все фигуры этого бактуса. Каждый раз я вам буду предупреждать, нужны отделочные полосы по нижнему краю, либо нет. В данном случае мы вяжем с отделочной полосой. И выполняем треугольник. Вот так выглядит первая деталь. Достаточно плавная убавка с одной стороны и резкая с другой стороны. Всего 30 рядов.